Всем привет, мои хорошие! Вот и стартанула наша битва блогеров в погоне за талисманом Баюма. В этом ролике будут описаны первые 4 дня нашей гонки, и давайте быстро пройдемся по тем событиям, что вы сейчас увидите. Сколько окон я создал на старт, как прошли первые пвп с Вайдом и Леки, сколько монет нафармилось буквально за эти 4 дня, как моя адена умножилась на 2 благодаря новым акциям, сколько было побед на Олимпе, какие первые итемы я приобрел на персонажей, чем закончился первый синтез камней, и, возможно, я поделюсь секретом того, как нафармил на талисман Баюма уже практически во второй день соревнования, но это не точно. День первый у нас начался, как только я проснулся, а именно в 11 часов утра по Москве. Мне очень повезло, и в доступе находится еще один компухтер, поэтому получится сделать еще пару дополнительных твинков СБ для фарма Адены. Набегался я за утро, конечно, между двух комнат со всякими паролями, почтами и так далее очень много, но оно того стоило, теперь я через TeamViver могу управлять вторым компом, плюс на основном также есть два персонажа. На основу я взял Шика, так как именно за него вы проголосовали в моем Телеграме, ну а вторым героем взял БД, о нем поговорим, как только возьмет несколько важных скиллов. Если уже догадался, зачем они мне, то пиши в комментарии прямо сейчас. Довольно неудобно управлять сразу четырьмя персонажами, особенно провести их сквозь стартовые квесты, но ничего страшного, не вижу смысла сильно рассусоливать, что там нужно делать до 40 уровня, тысячу раз все это дело проходили. После 40-го потихоньку отправляемся всей толпой на кладбище и параллельно начинаем летать на Кебера. Мобы пока что для нас довольно дубовые, но если плюс-минус выстраиваться, то можно сгруппировать усилия всех персонажей и чувствовать себя довольно комфортно. Я даже добыл двух Кеберов, правда Талисман Адена оба раза не зашел на тот момент, даже на плюс 3, но ничего страшного. Выполнял сюжетную линейку квестов, пока не дорос до Джина, он дает доп-квесты и кач начинает ускоряться. В результате я бегал поочередно то на Кебера, то на сюжетные квесты, то на поручения Джина и понемногу рос. Сейчас основная задача набрать уровень и в принципе все персонажи с этим пока что справляются. На одном из Кеберов я нашел Вайда и мало того, что мы посотрудничали в ПВЕ, так еще и небольшой ПВП замес решили устроить. Вооружились баночками ХП и вперед. Моему коллеге выпал ДА и оказывается его Пантера является очень даже грозным оружием на таком уровне. Мне удалось ее слить один раз, но далее пока я был в УД, Серега быстро призвал еще одну, а там уже мои баночки как раз таки и подошли к концу. Попытавшись отсосаться от мобов, я был повержен. Но один призыв Пантеры стоит аж 60 тысяч адены, а убив одну и заставив призывать другую, я лишил его примерно 20% накопленных на тот момент монеток. Другими словами, проиграл бой, но сделал ближе победу в войне. В невероятку я сходил на 50-х уровнях, надеялся, что может произойти чудо и до момента с крепостью орков смогу апнуть 60+, но к сожалению не зашло. Далее просто мирно качался, попутно достав еще один талисман адены и на этот раз он смог зайти на 3. Правда на одной из СБ, а не на основе, но какая разница. Главное сейчас это фарм адены и в этом плане талисман может быть на ком угодно. Вообще относительно итемов есть отличная новость. На основу упала временная Серега Закина. ДПС конечно не наращивает, но на споте можно стоять очень уверенно и вообще ничего не бояться. Кстати, после ПВП с Вайдом я наконец-то понял, что можно взять бесплатные наборы на всех персонажей из магазина лаунчера и приступил к бусту. Не то чтобы там было очень много всего, но в любом случае вкусно. Талисман Евы и Величие, пятый венец, цешный сет и оружие ранга Б, в общем-то и сверху еще целая куча расходников. Все это отлично дополнило то, что я получив зарегистрировавшись по своей ссылке в описании. И вы кстати тоже обязательно так делайте, если решили начать играть. Еще я сводил этот выводок персонажей на Олимп. Заранее извиняюсь перед всеми, кому убил просто шансы на победу мелкоуровневыми твеночками. Но тем не менее удалось сделать три победки на основе. А это между прочим не только несколько свитков опыта на 50%, но также и баночки Мелисы на финальное ПВП. Ну а после 60 уровня поздней ночью было принято решение сходить в башню Эльмарадена. Опыт тут уж очень прям вкусный, хоть мобы довольно больно бьют моих избэшек. В общем, персонажи хорошо снаряжены и чувствуют себя на спотах уверенно. День завершился несколькими походами на Кебера и закрытием всех квестов Джина. Кстати, Кебера при хорошей координации могу фармить буквально в соло. Для первого дня это, я считаю, это вообще великолепный результат. Второй день у меня был довольно сильно занят. Не думайте, что у меня там есть какая-то личная жизнь на 14 февраля. В общем-то я занимался теми вещами, которые очень могут помочь в развитии персонажа. Однако пока что про них я вам ничего не расскажу. Будет некий такой сюрприз. Возможно. А может ничего и не удастся. В общем, день был довольно стандартный в плане внутриигровых действий. На ПД удалось вытащить куклу Фринты, которая хорошо обустанет на ближайшие сутки. И когда нужный для него уровень был взят, помните, да, мне нужен был БД для определенного применения, да. Вот. Я наконец-то решил это дело попробовать. Фишка в том, что под танцем теней БД может бегать в любых локациях и собирать дроп, не вызывая на себя внимания мобов. Самой интересной областью для этого считается Пещера Гигантов. И именно туда я отправился в первую очередь. Но реалии новых серверов таковы, что заняты только первые комнаты, а в дальних и вкусных особо никого просто нет. Я полазил по другим высокоуровневым местам, однако дроп был буквально нулевой и пришлось поставить БД обратно на место кача. Жалко, конечно, что так вышло, но ничего. По мере прокачки он будет открывать для себя все новые и новые инсты, где тоже можно попробовать что-то похожее. Так что пусть он пока что качается, тем более благодаря своему скиллсету фармит очень хорошо, практически не уступая двум СБшкам. Все это нас ждет профилактика, а с ней новые акции. Посмотрим, можно ли будет что-то на них поднять. А пока что можно ложиться спать. Итак, у нас третий день, среда, и первое, что мы чекнули, это новые ивенты. Казалось бы, обострилась необходимость быстрее брать 76 уровень, однако смысла в нем практически нет. Все накопленные средства хорошо бы вкладывать либо в рынок, либо просто копить. Бустить персонажа пока что большой необходимости нету, иначе точно не получится сделать талисман Баюма. Ну и те небольшие копеечки, что уже сегодня есть на кармане, конечно, рациональнее потратить, к примеру, на сет ранга А. Также нам подвезли хороший бесплатный баф и бесплатные расходки. Плюс к тому, я использовал промокод на 14 февраля, надеюсь, вы тоже успели это сделать. Если что, прямо сейчас ставлю его на экран. Наряду с моей реферальной ссылочкой, между прочим, всем, кто сейчас вместе с нами решил стартовать, все это в совокупности принесет очень нехилые стартовые бонусы. Лотбоксов в этот день не завезли, спекулировать особо нечем, да и капитала на такие схемы у нас пока что нет. Но вот что действительно очень круто, так это удешевление эл монеток на рынке, так как просто тонны адены активно сливаются на синтез ивентовых куколок. А значит, то, что мы лутаем с мобов, резко выросло в цене, и это очень круто. Среда принесла немало интересных моментов. Случился первый поход на крепость орков, и это было ой как непросто. Во-первых, весь этот паровоз нужно было собрать и довести. Оказывается, если по пути у вас юзается свиток, то персонаж багается и это ображается, будто он бежит, но в действительности останавливается. Далее, когда я пришел, половину пачки просто снесло каким-то, блин, метеоритом, а отбежавших персонажей начали расстреливать орки-лучники, пока я искал, кого бы попросить помочь. Слава богу, опыт не теряется, и удалось найти пару работяг, что помогли набить нужное количество мобов, и я даже с помощью агро помогал, подводя нужных. После орков я решил завязать все свои лампы, и получилось, что мы почти апнули 70-е, а значит совсем скоро можно будет сходить в новую вкусную невероятку, а пока что погнали в башню Эльмарадена. СБшки тут стоят прям совсем плохо, закрыл с ними задание и, в принципе, сразу выпустил обратно в Курятник. После этого можно было сходить и на Олимп. На ШК опять есть три победы, если б не пропустил вторник, мог бы, возможно, даже претендовать на геройство, но, тем не менее, все равно очень вкусно. Замутил очередную пачку расходки себе в карман. После Олимпа решил проверить, что там нападало с мобов, и, оказывается, на руках есть аж 23 миллиона адена, которые на фоне хороших акций стоят теперь довольно много Элмонет. Скинул на рынок и тут же получил деньги в виде аж 660 монеток. Это, между прочим, очень даже вкусно. Основную часть пока что отложим, но купим два итема, а именно ДК перчи и НМ ботинки. Отличные за свою цену итемы и обязательно нужно ими пользоваться. В общем, получаем прилично так скорость атаки, две единички силы и дополнительный вампирик, не говоря уже о защите. Больше никакие итемы нам задешево особо ничего не дадут, так что последующих трат я пока что избежал. Вообще, отличный вариант снарядить этими вещами БД, чтобы больше фармил, но ШК нужно много опыта, так как финальных пвп в первую очередь будет сильно решать уровень. День закончился несколькими кеберами и 70 плюс неверояткой. Очень интересно будет посмотреть, что сделали мои соперники за это время, и скоро мы все узнаем. Четверг стартанул с бодрой невероятки и заточки очередного неудачного талисмана Адена. Далее на одной из СБ я вытащил куклу Баюма на сутки, которая кроме защиты дает еще и откат, который в сочетании со встроенным бонусом дает ощутимую прибавку к ДПС у любой СБшки. Далее настал момент рандом крафта, тут можно вытащить кольчужный шлем, что нужен для коллекции, либо лайт талум перчатки, но достается ненужный запечатанный посох. Тут удалось вытащить на СБ вкуснейшие магические ботинки величия, а вот тут конечно не вышло взять лук шиит, однако в инвентаре оказался молот аж за 180 монет, чек в принципе меня вполне устраивает. Далее на ШК оказались кремниевые пистолеты, скорее всего дропс мобов, стоят на рынке аж 3500 монет, но мне кажется за эти деньги мы не сможем их продать. По крайней мере пока нет доступа к объявкам в мировой чат. Пока что повисят в продаже, посмотрим за какие деньги вы в итоге удастся их пихнуть. Далее мне отписал Леки и предложил немного помахаться, знаете ли. Большим сюрпризом стало то, что он уже был в броне ледяного кристалла. Дело в том, что она не то чтобы дорогая, можно найти даже всего за 1000 монет, однако даже такие бабки нам пока что не светят. Возможно ему повезло с дропом, как мне, или удачный рандом крафт попался. Битва происходила следующим образом. Мы просто били друг друга без особой фантазии. В этот момент я прям явно представлял, как Леки прожимает все возможные скиллы мышкой. Это было заметно, потому что он очень уж много рутов дал, пока я был в УД и в принципе не мог двигаться с места. Результат был довольно предсказуем, однако фокус в том, что у него тоже закончились баночки хп и ущерб мы ощутили одинаковый. Ну, в плане удара по нашим финансам. Итог такой. Логика мне не ясна, как бы всего этого. Во-первых, монета хорошо бы откладывать на талисман Баюма. Во-вторых, на таких уровнях вполне хватит брони Талума, что стоит в 10 раз меньше, а защиту от мобов обеспечит примерно такую же. Я бы еще понял вложение в пушку монеток, которые пошли на броню. Но кераса льда для меня выглядит в целом, в общем, нелогичной. Разве что, если он нашел ее задешево и бегает, имея возможность легко продать и ничего не потерять. Но, так или иначе, в плане пвп я пока что самый слабый, а это тоже часть соревнования и нужно над этим обязательно работать. На крепость орков сходил примерно так же, как и вчера, но сегодня удалось найти очень доброго самаритянина, что предложил также подзалить меня и на волоке. Великолепно с ним все закрыли, спасибо огромное, надеюсь, он видит этот видосик. Кроме коробочек, с которых упала расходка, я также закрыл на всех четверых персонажах квест на 100 миллионов опыта, это очень даже вкусно. Под конец дня сходил на Олимп, точнул на СБшке Талисмана Дэна на плюс 4 и открыл ларцы с камнями за боевой пропуск. Представляете, на БД выпало сразу два Оникса и удалось сделать камушек второго уровня. Это был первый выпуск из серии гонки за Талисманом Баюма и стоит сделать несколько первых выводов. Прежде всего могу сказать, что у меня выстрелило небольшое чеховское ружье, которое я заряжал в один из дней и в следующем выпуске я очень круто смогу вас обрадовать. Также хочу поделиться другими своими более общими наблюдениями. У меня большой опыт бездонатной игры на ЕЕ и могу сказать, что стандартные тактики тут сложно использовать. В боевом пропуске нечего реализовывать на рынок. Плюс прокачка твинов для фарма Рандомкрафта тоже займет немало времени, учитывая отсутствие снаряжения на основе. На бездонатной ЕЕ, где все это дело оформлено, я за месяц могу сделать примерно две коробки. Но даже этого не хватит на Талисман, не говоря уже о том, что успеть наладить твинов тоже будет слишком трудно, учитывая, что у нас всего месяц, плюс они требуют много адены на реализацию тех самых Рандомкрафтов. Подбор дропа на БД тоже не дал результатов и очень жаль на него был довольно-таки большой расчет. Будем надеяться, что он еще выстрелит. Две СБшки неплохо бустят фарм, плюс с их помощью можно очень быстро набивать квесты Джина, а чем больше опыта, тем больше фарма. В общем, посмотрим, как будут развиваться события. За первые дни, если все продастся, я смог сделать примерно 4500 монет, и результат, кстати, очень неплохой. В таком темпе Талисман почти у нас в кармане. Но, конечно, нужно учитывать, что с одной стороны с дропом вряд ли так еще повезет, а с другой, в принципе, да. Чем больше капитал, тем больше у нас инструментов фарма. Так что все у нас в руках. Огромное спасибо за просмотр, увидимся в следующих роликах и всем пока.